В рамках реализации федерального образовательного проекта «Школа молодого политика» молодогвардейцы «Единой России» провели в Люберцах добровольческий форум. Он объединил более сотни людей. Подробнее расскажет Богдан Колесников. В той зарплате, которая вас официально трудоустраивает работодатель, вам предполагается еще финансовая поддержка ежемесячно. Соответственно, всегда идет официальное трудоустройство. Профориентация и трудоустройство старшеклассников. Консультанты регионального центра занятости рассказали о востребованных специальностях и на каких предприятиях округа подростки могут получить профессиональные навыки и трудовую адаптацию. Большой интерес у ребят возраста от 14 лет. Все уже желают и поработать, и, соответственно, приобрести какие-то определенные навыки. Поэтому сегодня мы рассказываем по временному трудоустройству несовершеннолетних, как правильно разместить свое резюме на портале «Работа в России» и как правильно подать заявление. Ребята могут себя реализовать в любом направлении. Главное было бы желание. Участники школы молодого политика задавали вопросы главе-люберец Владимиру Волкову, депутату Мособлдумы Дмитрию Дениско и руководству местного отделения «Единой России». Главная тема дискуссии – волонтерство. Волонтер – это всегда открытое сердце, это не безразличие, это всегда готовность прийти к своему ближнему на выручку, помочь человеку, который в сложной жизненной ситуации. У каждого человека в голове всегда существуют какие-то свои барьеры, и важно их научиться преодолевать. Вот волонтерство, оно как раз позволяет преодолевать эти трудные для себя какие-то шаги и двигаться дальше. Поэтому будьте активны всегда. Говорили о развитии трудовых отрядов, где молодые люди развивают социальные навыки, участвуют в добровольческих и патриотических проектах. О задачах, которые стоят перед парламентариями и как стать депутатом, рассказал Дмитрий Дениско. Самое главное для депутата – это знать, кому позвонить в администрации, чтобы решили все проблемы жителей. Можете поработать помощником у депутата, посмотрите, что это такое. И если вам это понравится, вы сможете потом в дальнейшем баллотироваться. Если вас поддержит житель, если вы почувствуете все силы помогать этим жителям, то и у вас все получится. Георгий Федотов к волонтерскому движению присоединился 4 года назад. Сегодня он получает награду. В семье так научили. Да и в принципе, я сам себе такой человек, который сделает все возможное, чтобы помочь людям, сделать добро. Помогаем, в общем, пенсионерам, одиноким людям. Всегда готовы протянуть руку помощи, потому что небезразлично. Работа форума продолжилась по секциям. Молодежь обучили базовым знаниям поведению политических компаний, созданию проектов, организации волонтерской деятельности. У нас очень много ребят, которые хотят работать в сфере добровольства. Кто-то хочет открыть свою какую-то волонтерскую организацию. Ребята узнают немножечко о работе с депутатским корпусом, как с ним можно взаимодействовать, какие, может быть, гранты получить, как правильно организовать мероприятия. Пополнить ряды молодой гвардии «Единой России» можно с 14 до 35 лет. Сейчас Люберецкое отделение МГЕР насчитывает более 300 человек. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛТВ.